Реальные дела в указанные сроки. Глава государства поставил перед руководителями министерств и ведомств задачу более эффективного использования природных ресурсов, в частности, земли. Небольшой спад министр здравоохранения Эдуард Вудба провел в Гудауте выездное совещание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Здесь рождается муза «Приложить их душе моей море» вышла в свет книга поэта Александра Баскакова, написанная под впечатлением от красоты природы Абхазии. Диалог молодых делегации Абхазии приняла участие в Международном молодежном форуме «Евразия Глобал», который проходил в Оренбурге со 2 по 8 сентября. 14 вопросов в повестке дня рассмотрели члены правительства на очередном заседании Кабинета министров, которое состоялось 10 сентября. В работе Кабмина принял участие президент Аслан Джани, а члены правительства утвердили проект протокола к соглашению между правительствами Абхазии и России о предоставлении правительству Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года. Согласно документу, срок погашения железнодорожного кредита будет продлен до 2034 года. Кабинет министров принял решение о представлении президенту Абхазии предложения о заключении меморандума о взаимопонимании между Абхазией и Венесуэлой по вопросам сотрудничества и взаимодействия в международных отношениях. Также будут представлены предложения о заключении соглашения между Абхазией и Россией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. Кроме того, Кабмин утвердил состав Абхазской части совместного Абхазо-Сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. Члены правительства утвердили правила безопасного обращения с оружием и порядок проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Правительство также дало согласие на проведение переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве между Минюстами Абхазии и Южной Осетии. Решением правительства имущественный комплекс пансионата «Кавказ» в Гагре был включен в перечень объектов, подлежащих приватизации. После принятия решений по основным вопросам повестки дня президент государства выступил перед членами правительства и высказался по актуальным проблемам экономики страны. Аслан Бжаня подчеркнул, что все заявленные проекты должны воплощаться в реальные дела. Аслан Бжаня поручил министрам ежемесячно информировать администрацию президента о проделанной работе. С учетом того опыта, который мы с вами накопили, и с учетом той реальности, в которой мы живем, необходимо сделать так, чтобы вот эти заявленные документы превратились в реальные дела и в указанные сроки. Даже из 15 вопросов не 5, а 6 вопросов имеют отношение к экономике. На эту тему я хотел бы поговорить. Налог на землю, к примеру, да, если мне не изменяет память, сегодня юридические и физические лица содержали бюджету более 150 миллионов рублей. При этом ставка на налог на землю у нас очень демократична. И это правильно. Когда этот закон принимался, законодатель, видимо, думал о том, что он в приоритет ставил помощь нашим гражданам, нашим бизнесменам. И поэтому были такие ставки. И это было оправдано. Но время показывает, что такой возможностью не все воспользовались. Мы сегодня имеем картину, когда за землю не платят. Более того, еще более тяжелая картина состоит в том, что эта земля не используется по назначению. Стали доминировать спекулятивные подходы в этом вопросе. И для вас это не является секретом или тайной. Поэтому, уважаемые коллеги, все, что связано с налогами, все, что связано с государственными ресурсами, с такими, как земля, значит, к этому надо будет подходить немножко по-другому. Необходимо сделать так, чтобы земля проносила больший эффект экономике в конечном итоге нашему населению. Более тщательно необходимо все это проанализировать. Я за то, чтобы вставка налога подталкивала человека, у кого находится в аренде этот участок, чтобы он принял необходимые меры. Спекулятивный фактор из этого надо исключить. В связи с этим даю вам поручение, дорогие мои коллеги, особое внимание обратить, значит, на эту проблему. И ежемесячно информировать администрацию президента о той работе, которая проводится, для того, чтобы более эффективно использовать у нас в стране такой ресурс, как земля. Расширенный репортаж заседания Кабинета министра в Абхазии смотрите в нашей программе после выпуска новостей. МИД Абхазии направила ноту МИДу Венесуэлы в связи с 12-й годовщиной признания Боливарянской республики Венесуэла государственного суверенитета и независимости республики Абхазия. Народ Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будет помнить братскую поддержку, оказанную президентом Боливарянской республики Венесуэла, командантом Уго Чавесом и народом Венесуэлы нашей стране. Исходя из долгосрочных интересов наших народов, мы решительно настроены на продолжение углубления взаимного сотрудничества во всех областях современной жизни наших государств, говорится, в частности, в ноте. В республике наблюдается небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом было сказано на выездном совещании оперативного штаба по защите населения от коронавируса, которое провел министр здравоохранения Эдуард Будба в Гудауте. Кроме того, обсуждались вопросы дежурства медиков в ковидном госпитале, оказания помощи стационарным и амбулаторным больным, обеспечения больниц медикаментами и многие другие. После совещания Эдуард Будба побывал в Гудаутском ковид-госпитале и проверил работу недавно отремонтированного компьютерного томографа. Подробности в репортаже о СМАДГУНЕ. В центре внимания членов оперативного штаба текущая эпидемиологическая обстановка в стране. Вопросы дежурства сводных медицинских бригад в Гудаутском ковидном госпитале. Оказание медицинской помощи стационарным и амбулаторным больным, обеспечение больниц медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Главный государственный санитарный врач Людмила Скорик проинформировала министра, что наблюдается небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам Эдуарда Будба, несмотря на это ни в коем случае расслабляться нельзя. Мы должны работать в прежнем режиме, подчеркнул министр здравоохранения. Мы все прекрасно понимаем, что ситуация у нас достаточно сложная, несмотря на то, что есть незначительный спад заболевания, но все равно ситуация должна быть нами контролируемая. Поэтому я сегодня всех вас попросил здесь собраться и обсудить все рабочие моменты. По заболеваемости и ряд других вопросов мы сейчас все проговорим. Как отметила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, случаи заражения среди школьников минимальны. Мы убрали санитарный пропускник или, как говорится, медицинский уголок на входе, то есть который измеряет температуру, обрабатывали руки. Сейчас это делает педагог в карте, только для того, чтобы не было как раз скопления на входах. Вкуса во все учреждения образования открыты, то есть нет такого, чтобы проработал один. Вот потоки разделены. Во всяком случае, по Сухумской школе я наблюдала сама, эта практика соблюдается. Министру доложили и о работе ПЦР-лаборатории в Ачемчирской СЭС. Она запущена и работает уже неделю. Специалисты на месте могут проводить до 100 исследований в день. ПЦР-лаборатория бесперебойно работает и в Гагарской ЦРБ. В Ачемчире оказались специалисты, которые были подготовлены у нас на базе. Они около месяца-два проходили практику, обучались всему и достаточно себя хорошо показали. Сейчас спокойно работают. И в Гаграх работает без ряда, подготовленная в школу на репети. Ряда, насколько я знаю. И там заведующие, которые имеют большую работу, так что мы занимались спокойно, работали у них где-то хорошо. Единственное, надо их доукомплектовать, как положено, у армия патра, чтобы штаты были на сколько это нужно. Начальник отдела формации Минздрава Ахра Аджба проинформировал собравшихся, что медучреждения республики обеспечены всеми необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день те препараты, которые от репети, от тенора, от лисира, сегодня как раз в ее упаковке и в сирии были до восставка. И мы выдали инфекционные больницы и мобильный госпиталь. Это тяжелые пациенты и нуждающиеся им в произведен отпуск. Значит, ожидания, это ближайшие ожидания, это на следующей неделе, значит, 50 упаковок арт-люзии и 30 упаковок арт-люзии. Значит, до этого, значит, недели две вперед, мы, значит, закупали 50 упаковок арт-люзии. И все это было доведено до пациентов. Значит, то, что касаемо средств индивидуальной защиты, значит, все необходимые, как зоны, защитные мочек и маски, и, значит, пакет и прочие, значит, предметы в наличии на сегодняшний день. И, значит, те остатки, которые у нас есть, они недостаточно для того, чтобы до следующей поставки, значит, да, осуществлять детский регион, значит, подачу этих медицинских изделий. Главный врач Республиканской детской больницы Игорь Джопу отметил спад заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Наблюдается небольшой спад здесь. Раньше за неделю в среднем обращалось больше 20 человек, за последнюю неделю было 14 всего обращений. Есть проблема такого рода, что мы в этом стационаре дневном, естественно, не можем госпитализировать больных. Поэтому вот именно на этом этапе госпитализации возникают проблемы, обращаемся в Дородский госпиталь. Вот, а в целом, ну, можно сказать, что справились с летним сезоном. Если большой спад, будем надеяться, что такая тенденция сохранится. По словам заместителя главного врача Республиканской больницы по родовспоможению, Белл и Пиля, в лечении беременных женщин от коронавирусной инфекции есть изменения. Теперь все пациенты, у которых подвержден коронавирус, кроме бессимптомных, в обязательном порядке будут госпитализированы в стационар. При этом запрещается применение антибактериальной терапии, применение гормональных препаратов с первого дня заболевания. Хочу, чтобы все были очень осторожны с беременными. Значит, не пытайтесь вести беременных без участия в шер-гинекологах. Не пытайтесь. Беременная женщина сразу отправляется в стационар, связывайтесь с шер-гинекологами, не пытайтесь их вести самостоятельно. Ну, на сегодняшний день 4 беременные находятся в стационаре. Есть еще беременные практически бессимптомные, нетемпературящие, которые наблюдают за врачами нашей женской консультации. Но сейчас большого количества больных нет. Завершая заседание, Эдуард Будба поручил проработать вопрос подготовки врачей-медсестер, ранен, незадействованных в работе говидных медучреждений, чаще проводить видеоконференции с российскими коллегами, обмениваться опытом и приглашать их в Абхазию, обновить протоколы лечения коронавирусных больных, усилить контроль за назначениями лекарственных препаратов врачами амбулаторного звена, направить на практику студентов медицинского колледжа. По решению оперативного штаба министр здравоохранения Эдуард Будба будет обращаться в правительство страны по вопросу приобретения для Гудаутской ЦРБ дополнительного электрогенератора. Данное оборудование необходимо медучреждению для подготовки к зиме и верным отключениям электроэнергии. Министр здравоохранения Республики Эдуард Будба провел брифинг для журналистов, на котором рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции и о предпринимаемых мерах по борьбе с болезнью. Смотрите брифинг министра в нашей программе. Накануне в районе Шакуранского водопада в селе Захаровка Гудрибшского района с 40-метровой высоты упал житель города Белобой Республики Башкортостан Ветров Алексей Федорович, 1985 года рождения. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14 часов 15 минут. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС на носилках транспортировали тело погибшего от места падения до автотрассы, а затем на автомобиль доставили его в морг Сухумской республиканской больницы. В фарламенте состоялась встреча депутатов Народного собрания с профессором кафедры политологии МГИМО Андроником Меграняном. Во встрече принял участие председатель союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг. Приезд Андроника Меграняна в нашу страну организован союзом журналистов совместно с Международным медиаклубом «Формат А3», который занимается организацией встреч с самыми яркими представителями российской и европейской интеллектуальной элиты. Участники встреч обсудили ряд актуальных тем. Ситуацию на Южном Кавказе, российско-абхазские отношения, перспективы дальнейшего развития республики и ее места в мировом сообществе. Безопасность Абхазии на фоне стремления Грузии в НАТО. Анализ политической ситуации в мире, идея создания в Европе собственной армии и многие другие интересные темы прозвучали в рамках пресс-конференции Андроника Меграняна. Встреча с известным российским историком и политологом прошла в Доме Москвы. Репортаж Алики Трапш. Сохранится ли для Абхазии угроза в случае вступления Грузии в НАТО? Так звучал один из вопросов Андронику Меграняну на встрече с абхазскими журналистами. Российский политолог считает саму возможность вступления Грузии в НАТО весьма сомнительной. Еще в 2008 году Грузию с Украины приглашали в НАТО. Но тогда ряд европейских государств выступил против. Отметил он. Многие специалисты по международным отношениям говорили, вы представляете, если бы мы тогда их приняли бы в НАТО. Это значит, мы что, начали бы воевать с Россией, с ядерной державой, ради кого, ради чего? И были счастливы, что такую глупость не сделали. Так что, скорее всего, этого не будет. Но если даже вдруг, предположим, некое чудо, и Грузия будет в НАТО, никакой опасности для Абхазии в этом не может быть просто и в помине, потому что ваша и территориальная целостность, и безопасность гарантируют первая или вторая мировая сверхдержава в военном отношении. Так что, в этом плане, вы себя уже обеспечили и обезопасили, скажем так. Говоря о вызовах и угрозах перед частично признанными государствами, такими как Абхазия, Мегранян отметил, что маленькие государства очень уязвимы, если нет внутренней консолидации общества, просвещенной элиты, осознания национальных идей и последовательной работы на их реализацию. Я о другом, кстати, сказал бы про Грузию. Фактически Грузия, она вообще сегодня уже теряет свою государственность и свою субъектность. Ну, вы знаете, в Аджаре практически полностью хозяйничает Турция. В самой Грузии тоже, в общем, очень широко представлены турецкий капитал и турецкое политическое и экономическое влияние. И демографическая ситуация в Грузии аховая. И, конечно, вот, что тут говорить. Вообще, Тбилиси окружен исключительно этими населенными азербайджанцами территориями. Отвечая на вопрос об идее создания в Европе собственной армии, Андроник Мегранян отметил, что считает эту возможность нонсенсом при наличии такого блока, как НАТО. По мнению политолога, создание армии, по сути, означает уход американских военных из Европы. Обеспечение собственной безопасности потребует колоссальных вложений от европейских государств. А они этого делать не хотят, говорит Мегранян. Но здесь, по его словам, есть и вторая сторона вопроса, которая пугает европейцев. Вы представляете, объединенная Германия сегодня реализовала мечту всех немецких руководителей, включая Гитлера. Ну, в меньшей степени может быть, потому что Европа объединена и объединена фактически под экономическим доминированием Федеративной Республики Германии. А вы представляете, американцы уходят. Это какой страх от такой Германии для Польши, для Франции, для всех соседей, которые никто из них... Да, они живут, якобы европейские ценности и прочее, но никто ничего не забыл. Эти все исторические, культурные и прочие противоречия, которые были, они все, собственно, никуда не делись. А потому что американское сверхприсутствие, оно, конечно, в общем-то, не допускало, чтобы Германия или тот немецкий тефтонский дух, который был, он возродился. Когда создавали НАТО, лорд Исмей, друг Черчилля, он говорил, НАТО создается для трех целей. Чтобы Америка была в Европе, Германия была к ноге, ну или на коленях, и Россия вне Европы. Это должна, значит, измениться вся абсолютно идеология и все понимание места вот разных государств, если это произойдет. Не обошлось и без вопроса об Армении и Нагорном Карабахе, и действиях России для снятия напряжения в этом регионе. Комплекс проблем, связанных с ситуацией с Карабахской войной и с тем, что и как складывается в этом регионе, трудно рассматривать однозначно, считает Мегранян. По словам политолога, главным бенефициаром Карабахской войны является Турция. А политика нового правительства Армении оказалась провальной, подчеркнул Андроник Мегранян. Но надо сказать, что армянское руководство тоже, это новое руководство, своей абсолютно провальной политикой, создало ситуацию, а, собственного поражения, а, б, еще и попыталось свалить собственное поражение на Россию. И на российскую дипломатию, на российских военных, на российской власти. Ну, президенту Путину пришлось напомнить Пашиняну и всем, что несколько раз он обращался с призывом прекратить военное действие, а армянское руководство шло, продолжало, продолжало, до тех пор, пока не оказалось потерянным, Азербайджаном еще и, ну, этот знаменитый исторический город, неприступная крепость Шуши и Гадрут. И вместо того, чтобы, как бы, вернуть Азербайджану, у Азербайджана взятые территории, вот, 7 районов, плюс к ним добавились и два коренных основных районов самого Нагорного Карабаха. Андроник Мигранян ответил и на ряд других актуальных вопросов, касающихся геополитики. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. «Приложите к душе моей море» под таким названием вышла в свет книга поэта Александра Баскакова. По словам автора, стихи были написаны под впечатлением от красоты природы Абхазии и гостеприимства местного населения. Книга издана в Свердловской области, в городе Сухой Лог, в количестве 60 экземпляров. Александр Баскаков отметил, что посещает нашу страну на протяжении последних лет и за это время накопилось немало произведений. Абхазию я изучаю с 16-го года. С 16-го года еще Абхазию. Постоянно проживаю в Гудауте. Ибо оттуда очень хорошо. И когда рождается стихотворение, такое ощущение, что я пишу как местный житель. Вот как бы от лица местного жителя получаются стихи. Если это о Питсунде, то я пишу как будто я живу в Питсунде. В этой книжке стихотворение почти о всех крупных населенных пунктах. В том числе и о Чемчире. Есть стихотворение. Самое главное, столица наша Сухома, она тоже не обойдена вниманием. Ну а книжка, вот эта книжка, вот она у меня. Издана. Если кто-то желает приобрести, ну я не знаю. Несколько экземпляров я положил в книжный магазин в Гудауте на проспекте Героев. Можно почитать? Делегация Абхазии приняла участие в международном молодежном форуме Евразия Глобал, который проходил в Оренбурге со 2 по 8 сентября. Делегацию приняли председатель Госкомитета Джамал Губас и заместитель председателя Мэддина Воба. Подробности в репортаже Сарии Гварцхелия. Международный молодежный форум Евразия Глобал нацелен на создание площадки для практико-ориентированного диалога молодых представителей России и иностранных государств. Главные темы форума – креативная экономика в целях устойчивого развития, экологии и молодежного предпринимательства. Деловая программа форума работала по четырем основным направлениям, посвященным устойчивому развитию и социальному взаимодействию, обучению и навыкам для будущего медиа и коммуникации. Главная задача форума – разработка совместных проектов с участием российской и иностранной молодежи, укреплению дружеских и профессиональных связей. Наша задача была, чтобы нашу маленькую Абхазию побольше участников форума узнали, потому что некоторые из них, когда мы им говорили про Абхазию, не были информированы, либо мало информированы. Нам приходилось показывать на карте, объяснять, рассказывать, что приносило пользу. Что касается форумов, да, я сделал выводы, что в этом направлении Абхазии стоит почаще принимать участие и отправлять активных молодых участников для того, чтобы развивать эту линию. Если будет касаться того, чтобы необходимо будет нам дальше принимать участие, мы всегда готовы для того, чтобы за нашими границами другие страны знали про нас. И еще мое мнение, дай бог, чтобы пандемия уровнем стала ниже, ее вообще не было на земле, считаю, что на территории Абхазии такого рода мероприятия проводить необходимо, потому что информационная линия, она все равно играет сегодня огромную роль. Преподаватель-историк Ацыкетской средней школы Инал Адлейба поблагодарил Госкомитет за предоставленную возможность участия в форуме. «Это очень полезный опыт, который поможет нам продвигать интересы нашей республики во многих направлениях», говорит он. «Было звучано много направлений, такие как креативная экономика, активное участие молодежи в общественной жизни страны, подготовка социальных проектов, общественных проектов. И также мы узнали много технических моментов по работе над различными проектами. Это была очень полезная площадка. И также у нас была возможность проявить себя на разных тематических площадках, где обсуждались различные вопросы, которые касаются не только нашей страны, но и всего мира в целом. Такие как глобальные проблемы, проблемы интеграции и прочие проблемы, которые волнуют и нас, и весь мир в целом». Председатель Госкомитета Джамал Губас поблагодарил участников молодежного форума за достойное представление нашей страны на Евразия Глобал. «Благодарю, что вы нашу страну представили на таком форуме, где было участников около 70 стран. Опыт, полученный вами на том форуме, для нашей страны, для нашей молодежи, принесет большую пользу». Надо отметить, что Госкомспорт направил на молодежный форум молодых людей из разных районов Абхазии, и это дало свои результаты. «Я следила, смотрела прямые эфиры, видела ваш плотный график, очень сжатый. Но, несмотря на это, вы во всех четырех направлениях, во всех тематических площадках этого делового форума, вы показали себя достойно. Спасибо вам большое за это. Я уверена, что в дальнейшем ваш опыт вы будете применять в своей деятельности. Мы с вами будем сотрудничать, реализовывать проекты, будем вам помогать всячески, чем сможем. Я думаю, что на следующем форуме обязательно кто-то из вас предоставит свой социальный проект». Международный молодежный форум Евразия Глобал проводится уже в шестой раз и за всю свою историю объединил более 4 тысяч молодых людей со всего мира. Сария Кварацхеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 11-12 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, переходящий в сильный ливень с грозой. Местами град. Температура воздуха ночью 16-21, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин